Последняя удалая выступление в высшей лизе Беларуси футбольный клуб с Могилёва чекает кардинальной смены. Команда должна заменить у Ласника, тренерский штаб и сформировать основу игроков. А так само вызначится, в какой лизе будет выступать у первой, у другой. Подробности в следующем сюжете. Все лето Могилёвский Днепро покинул элитный дивизион. Объединение с Минским лучом отрмалось неудалым. Угод наступный клуб планует начать в новом складе. Варианта у два. Змена у Ласника и гульня у первой лизе – те створения новой команды основу, которую складывают мясцовые выхованцы. У таким лику гулять будут у другой лизе. Конечно, масса неудобств нашим зрителям создадим в том числе. Но это спортивный принцип. Хотелось бы, чтобы наша команда начала с первой лиги. Задача – создать команду, в которую бы играли наши воспитанники, и дойти до того, чтобы эта команда со временем играла в высшей лиге Республики Беларусь. Как будет на самой справе, вызначится празд два месяца. Але и зараз разумело, что будущая футбола в области – у выхований мясцовых талентов. И подмурок есть. Больше за три тысячи детей заразаимаются футболом у спортивных секциях. А дамя Федерации футбольный мяч и экипировку отримали процедуги научных установок. Приятно получать такие подарки. Очень нужные, очень полезные. Будем заниматься футболом. У нас открылась футбольная площадка с искусственным покрытием. Летом тоже Федерация нам помогла открыть эту площадку. Ну и большой популярностью пользуются футбол. Дети ходят, начиная от малых, начальных классов. Мясцовых выхованцев повинно стать больше и у команды профессионалов. Андрей Шуляк, Миколай Соболю. Новинирегиона.